Всем привет, друзья! С вами Снежана и OpenMalto. Сегодня мне пришло очередное письмо на мою электронную почту. Снежана, здравствуйте! Меня зовут Дмитрий, мне 38 лет. Хочу поехать на Мальту, но две недели улучшить свой английский язык. И поэтому считаю, что для меня будет самым классным поселиться в принимающей семье, где у меня будет много разговорной практики. Ребятки, я пришла вот в этот хорошенький вот этот отельчик. Нашла здесь красивую локацию, потому что сил уже моих нет. Я вам сейчас запишу всю правду о принимающих семьях. Поехали! Продолжение следует... Когда я попал, хозяйка сразу меня не взлюбила. Это выражалось в натянутом общении, отсутствии ужина, если я опоздал, ко времени начала и прочим. Попросил переселить через неделю. Во второй семье было очень здорово. Дружелюбные люди. Хотел бы вернуться к ним опять. Сразу хочу сказать, что хорошие, любящие свое дело, принимающие семьи, они тоже есть. Но их процент гораздо меньше, чем семьи, которые просто зарабатывают с дачей в аренду своих койко-мест и завтраками и ужинами. Учтите, что готовить на кухне в принимающей семье вы не можете. Там только одна хозяйка, и она решает, чем вас накормить. Если вам эта еда не нравится, ну, вы можете попробовать повозмущаться, но не думая, что что-то сильно изменится. На завтрак чаще всего будут хлопья и что-то такое типа тостов. На ужин очень часто размороженная пицца, паста, самая дешевая из ближайшего супермаркета. Сожалею, если я разрушаю ваши мифы, но это реальность. Вероятность попасть именно в такую семью, она очень большая, причем абсолютно в любой школе. Поэтому мы крайне не рекомендуем взрослым людям селиться в принимающих семьях. Жил в семье 4 недели. Милейшие, на первый взгляд, хозяева. Но потом начались правила. Не принимать душ по утрам, только по вечерам. Воду экономим. Домой нельзя возвращаться после полуночи. Стирка белья только раз в неделю и только с вещами других студентов. Нельзя готовить на кухне. Еда самая дешевая. Себе готовили другое. Про лимит использования туалетной бумаги я промолчу. Еще одним минусом может быть то, что в семье может быть установлен какой-то распорядок дня. Допустим, быть комендантский час. В 10 вечера быть дома. А в 10 вечера для взрослого человека как раз-таки начинаются все самые интересные вещи на Мальте. Развлекательные мероприятия, какие-то вечеринки, посиделки с друзьями в ресторанчике или в баре, где именно будете общаться на английском, и именно там будете ломать свой языковой барьер. Огромный миф о том, что вы будете активно общаться и тренировать свою разговорную практику в принимающей семье, это действительно миф. Поверьте, семья живет тем, что она сдает вам койко-место. Если вы кому-то сдаете квартиру, вы же не проводите время со своими квартирантами, не показываете им свой город, не разговариваете с ними о жизни. Так и здесь. Они приходят с работы, они живут своей жизнью со своей семьей, и общаться они с вами совершенно не обязаны. Максимум, что вы получите это hello in the morning и goodbye in the evening. Но читалось, что в семьях будет много разговорной практики, и даже не сомневалась, когда выбирала себе проживание. В итоге очень грязный дом, равнодушные молчаливые хозяева, которым было явно не до меня. Общение. Все было в школе. Слава богу, мне повезло с группой 30+. И мы много времени проводили вместе. Также часто люди выбирают проживание в семьях из-за экономии денег, потому что считают, что раз там включено питание, стоимость их курса, то они могут на этом сэкономить. Учтите, вы не можете пользоваться кухней, и при этом еда вам может не понравиться в принимающих семьях. К сожалению, это частая ситуация. И тогда что? Вы будете вынуждены питаться в кафе и ресторанах. А это ой, как недешево на Мальте. В семье было правило вставать в 5-6 утра у папы с мамой. Они начинали греметь посудой, громко общаться между собой, включать телевизор на полную мощность. Я не высыпалась каждый день. Поговорить с ними не получалось, просто не реагировали. Кормили ужасно. Часто я просто питалась где-то в кафе. В общем, ваши ожидания от принимающей семьи с проживанием и курсом обучения на Мальте могут не оправдаться. Потому что, первое, с вами не будут активно общаться на английском, как бы вы хотели на самом деле. Второе, у вас могут быть многие правила, какие-то иногда даже маразматические, которые вам придется выполнять в данной семье. Третье, по-настоящему сломать свой языковой барьер вы сможете только со своими одноклассниками в школе. Поэтому вам гораздо комфортнее будет жить где-то в школьном размещении или снять что-то отдельное, где у вас будет кухня, и вы сможете себе нормально готовить, где у вас будет свой распорядок дня, где вы сможете общаться со своими однокурсниками, с школы столько времени, сколько сами захотите. С вами была OpenMalta. Надеюсь, эта информация была вам полезной. Пока-пока!